Добрый вечер, я приветствую всех на территории свободы, зрителей телеканала AirLife и тех, кто смотрит на социальных сетях. Сегодня парламент продлил на 60 дней чрезвычайное положение, то есть Новый год мы будем встречать в чрезвычайном положении. О том, насколько используется это чрезвычайное положение правительством, о том, какая вообще социально-экономическая ситуация в стране. Мы сегодня будем говорить с моим гостем, а мое приглашение принял член исполнительного комитета партии Гражданский конгресс Марк Ткачук. Добрый вечер, господин Ткачук. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые пользователи, зрители, как правильно, подписчики, подписчики, принято говорить. Да, зрители телеканала AirLife и те, кто смотрит на социальных сетях. Ставьте лайк, делайте перепосты. Да, ставьте лайки, делайте перепосты, чтобы больше людей посмотрели и видели независимые СМИ, как работает. Итак, парламент продлил на 60 дней еще чрезвычайное положение. Хотя из всех инструментов чрезвычайного положения, которые мы видели с февраля этого года, они пользуются только тем, чтобы вносить изменения в бюджет, насколько я понимаю, финансовые какие-то рычаги, обходя различные процедуры согласования, визов и парламента. Есть ли необходимость на самом деле продлевать чрезвычайное положение? А вы как думаете? А я вас спрашиваю. Ну, раз вы спрашиваете такого, как я, конечно, нет никакой необходимости, ни введения чрезвычайного положения, ни поддержания чрезвычайного положения. Сама по себе эта мера – это свидетельство инфантильности власти, ее дилетантизма. Это когда им все мешает. Им мешает парламент, им мешают законы, им мешает температура воздуха на улице. Им все мешает. И поэтому для того, чтобы ничего не мешало, для того, чтобы освободить себя от каких-то ответственных решений, от их согласования, потому что решения же надо быстро, оказывается, принимать, вот для этого принимаются решения чрезвычайного положения. А заодно можно ограничить целый ряд прав граждан на собрание, передвижение и прочих-прочих вещей. Мера сомнительная, если не сказать дурацкая, бесполезная, бессмысленная, и в каком-то смысле она является квалификационным свидетельством власти. То есть, ну, понятно. Я понимаю, что ваша точка зрения, но вот вы говорите об ограничениях права на собрание, передвижение, ну, проходящие в Кишиневе протесты, и не только в Кишиневе, по всей республике. И то, что этих людей свозят со всей страны сюда, в Кишинев, говорит обратное. У вас тоже возникли подозрения по этому поводу, да? У меня не подозрения, я констатирую факты. Самое время заподозрить. Почему? А что я должна заподозрить? Ну, как что заподозрить? То, что бросается в глаза любым людям, которые смотрят на все это со стороны. Насколько удобны эти так называемые протесты, потому что протестами это назвать сложно, когда по выходным дням, как правило, сейчас немножко драматургия изменилась, по выходным дням в миллионный город, фактически, привозят какое-то количество людей для того, чтобы они карнавальным шагом прошли по Кишиневу в течение 30 минут, дошли до центра, сакрального центра молдавской столицы, послушали по планшету нечто булькающее, призывающее к тому, что вот наконец, вот следующий раз будет, вот мы окончательно сметем эту власть, в этот момент 9 десятых людей расходятся в разные стороны, и вот это вот все называется протестом. Конечно, это такой протест чрезвычайно выгоден власти. Почему он выгоден власти, раз вы затронули эту тему? Я могу сказать, это очень просто, это очевидно, это ясно. Потому что он, что этот протест потешный, да, то есть он несерьезный. Когда люди обещают прийти на свой последний и решительный бой, и каждый раз, как 101-е китайское предупреждение, его переносят. Когда они делают очень, поднимают ожидания даже тех людей, которых они привозят, о том, что эти люди, мы не говорим, платят им, не платят, это вообще не очень важно, потому что протестная атмосфера пронизывает все молдавское общество, абсолютное большинство граждан. И вот, когда эти люди приходят на свой последний бой и рассчитывают, что лидеры, которые их позвали на этот бой, вообще что-то, как бы, что-то придумали, как будет выглядеть эта развязка, да, что-то будет происходить. Там, наверное, будут браться штурмом административные здания. Или есть какой-то более хитрый план. А когда ничего не происходит, кроме телемоста с революционером по удаленке Илоном Шором, то, конечно, по этому поводу возникают большие сомнения. Что это? Что это такое? Что это за жанр такой? И, конечно же, а еще, когда эти люди, которые считают себя революционерами, они начинают бросаться на всех остальных, кто в этом карнавальном шоу не принимает никакого участия. Значит, достается всем обвинение в трусости, в соучастии, в потворствовании и прочее, прочее. Но самое главное, обратите внимание, что произошло. Сколько протестного пара ушло в этот фальшивый свисток фальшивых протестов? Сколько разочарования произошло за это время? Сколько денег потрачено? Хотя потрачено, по-моему, гораздо меньше, чем их там подозревают. Там что-то 500 тысяч евро в неделю, там 100, 300 тысяч евро. Я тоже не знаю, но мы так посчитали. Я могу озвучить только те цифры, которые озвучила НСБК и антикоррупционная прокуратура, которые они конфисковывали. Нет, ну это другое. Просто посчитать проезд. Это нормальные затраты для любой политической организации. В этом нет ничего нелегального. Это нормально. А помогать своим протестующим добраться до места протеста. 3 миллиона леев это добраться? Я могу сказать, что транспортные расходы для того, чтобы доставить 10 тысяч человек к Кишиневе, от Бричан и Кагул и в среднем арифметически, это где-то будет примерно около 45-50 тысяч евро. Вот, теперь, ну вот примерно столько они и тратят в неделю. Теперь, значит, протесты бывают разные. Протесты это очень серьезная технология. Люди, когда выходят на протесты, протесты можно там градировать 10 видов мотивов и стимулов. Протесты от отчаяния. Протесты, это экстрим для многих, для молодых людей. Вот выйти на протест, попротестовать. Протест, это бывает элементом престижа, когда вот все выходят, а один ты не выходишь на протест. Протест, как демонстрация могущества. Протест, как демонстрация картинки. Здесь происходит только протест, как демонстрация картинки. Картинка снята. Всем спасибо, все свободны. При этом происходит, это как бы достаточно безобидно смотрится, но происходят очень опасные вещи для нас, как для оппозиции. Происходит, во-первых, происходит любая симуляция протеста, отбивают потом интерес, когда надо будет организовать людей. Можно я вас здесь остановлю для одной цитаты, а потом продолжим тему протеста. Тем более, что цитаты уже про протест. После обеда в центре столицы прошла акция протеста, организованная партией коммунистов. Сторонники по КРМ собрались возле Академии наук и пришли маршем к Дворцу Республики. Участники скандировали лозунги против Альянса избрания президента Николая Тимофти. Нас больше, мы вместе долой Альянс. Это, я читаю, 16 марта 12-го года. Я сам сейчас вам про это расскажу как раз. То есть, мне кажется, или это ровно то же самое? Нет, это вообще не то же самое. Выглядит абсолютно одинаково. Покричали долой, долой, не допустим, разошлись. Оно даже не выглядит, оно даже выглядит не одинаково. Разница, к сожалению, вот в чем небольшая. В том, что в 12-м, особенно в 13-м году, протестующие были подло брошены и обмануты. Тогдашними организаторами, к числу которых я относился. Но я узнал о том, что произошло, прямо на площади, не отходя от хата. Когда услышали песни. Когда услышал призыв издать флаги. Потому что сценарии были другие, они были щадящими, они были мирными, но они были последовательными. А вот все, что происходило с протестами все последние, последующие годы, во многом напоминало попытку скопировать вот эту вот неудачу. Умножить ее, растиражировать ее. Но что мы видим? Как пару холл свисток, уходит свисток. Как дискредитируется сама логика протеста. В том числе протеста подвижнического, добровольного, не за деньги и прочее. А еще происходит одна опасная история. Почему мы говорим о том, что организаторы, а может организатор протестов, Илон Миронович Шор, работает рука об руку с властью. То ли согласованно, то ли без согласования, то ли просто интересно. Знаете, как у дураков мысли совпали. Потому что он создает симуляцию попытки государственного переворота. Симуляцию. Ничего там похожего на попытку государственного переворота нет. А вот симулирует он эту историю очень грамотно. Когда создает всякие комитеты национального спасения. Не подчиняйтесь правительству, подчиняйтесь комитету. Это называется узурпация власти. Правда? И ему за это ничего не происходит. С другой стороны, там создает всякие союзы меча орала и прочих вещей, которые приходят в голову. Это все из этой оперы. И одновременно демонстрируют карикатурную пророссийскость. Ведь это же, ну вот, Майя Санду, поезжай в Москву, стань на колени перед Путиным. Вот это вот все. То есть вы считаете, что его действия не согласованы с Москвой? Подождите, дайте я это говорю. Я думаю, я не знаю, может они не согласованы с какой-то Москвой. Этого исключать нельзя. Потому как Russia Today и прочие издания... Они его называют лидером оппозиции. Лидером оппозиции, да. А разве не так считает правительство Майя Санду? Не знаю. А смотрите дальше. То есть вот эта вот попытка представить, что любая оппозиция, любая критика Майя Санду, любая критика этого режимчика, вот этого вот, который у нас в Кишиневе утвердился, значит, на такую критику способны кто? Только как говорит еще один портативный политик, антипод Илона Шора, но точная его копия с точки зрения ментальности, некий Игорь Гроссу. Он говорит, это все консервы ФСБ. Кто? Ткачук консервы ФСБ. Это консервы ФСБ. Это рука Москвы. А это кто? Коля Цвятков? Вообще манкурт, он говорит. Консервы мы с вами поговорим. Чьевые консервы? ФСБ. Да, значит, ну и многих других очень важных структур, о которых нам неудобно говорить в этой студии. Так вот, это называется дискредитация, с одной стороны, протеста, с другой стороны, это работа в интересах власти. Безусловно, потому что люди, которые собираются выйти на протест, который к чему-то приведет, там же нет ни одного лозунга, который можно исполнить. Мы сметем. Как вы сметете? Расскажите, как вы сметете? Как будет происходить процесс сметания? Я была свидетелем того, как задали вопрос прямой одному из депутатов партии ШОР. Как вы, если вы получите власть, как вы измените тариф? Да нет, если получите власть, это понятно. Вы провокатор и уходите. Нет, не будем мы. Если получите власть, хорошо. А как вы получите власть в результате протеста? Расскажите, кто вас боится? Теперь, что происходит? Развращается полиция. Вы посмотрите полицейские хроники, что они пишут? Вот были задержаны люди, которые выглядели координаторами протеста. Вы что, больные? Это я обращаюсь к полиции. Ну, давайте к полиции чуть-чуть и так обращаться. Это и мое дело. Как хочу, так обращаюсь. Потому что в любом протесте должны быть координаторы. Там, где речь идет о сотнях, а особенно о тысячах людей, если там нет координаторов, это не протест, это стадо. На каждую тысячу человек должно быть минимум сотня организованных людей, которые идут в авангарде, которые обеспечивают периметр безопасности внутренней, которые ответственны за связь с журналистами, которые ответственны за лозунги, которые понимают всю мнемонические знаки, которые приняты на большом расстоянии, если не будет работать связь, а связь с ней работает. Конечно, это протест. Вот это протест. Оказывается, теперь полиция решила, что вот эти люди вызвали у них подозрение. Это первое. А второе, вы посмотрите, как ведут себя подло депутаты, которые участвуют в этих протестах. Подло. Они используют этих нищих людей для того, чтобы использовать их в качестве массовки и развивают кудри на их фоне. Но как только появляется полиция, которая начинает винтить этих демонстрантов, где эти депутаты? Депутат должен отбивать своих людей, сопротивляться полиции, оказывать ей сопротивление, выяснять отношения, по которым людей задерживают. Когда собирают палатки, эти несчастные люди стоят, у них отбирают их личные вещи. Где депутаты в этот момент? Где ваши, так сказать, героические усилия для того, чтобы противостоять этому? Я могу сказать, что как человек, многократно участвовавший в протестах, и я могу сказать, и как депутат, который участвовал, многократно были и стычки, и потасовки с полицией. Ничего в этом зазорного нет, когда одна из сторон нарушает закон и права граждан на законные демократические протесты. И я считаю, что вся вот эта вот лабуда, конечно, является очень серьезной поддержкой Майи Санту. Теперь и Игоря Гросу, и вся этой комарилии. Потому что они дают им аргумент, что в вопросах внутренней политики они сталкиваются с какими-то страшными внешними силами. И только они являются их оппонентами. Когда оппонентами этого режима является абсолютное большинство общества. То есть протесты, организованная партия Шорна, которая также принимает участие депутаты от партии коммунистов. Да, 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 они вместе. Эти протесты... Фейковые. Вы так считаете? Они не должны к ничему привести в итоге? Они не должны, не должны. Пусть приведут, но они уже идут с какого? 18 сентября. И к чему они привели, кроме дискредитации оппозиции? Ваши протесты, которые начинали вы... Они остановились войной. Они остановились войной. Да. До окончания войны вы протесты проводить не будете? Нет, до окончания протестов Шора мы проводить не будем. Потому что любой протест в тот же самый день, в то же самое время будет считаться совместным протестом. А зачем нам... Во-первых, ну от нас... То есть если Шор еще год будет вводить протесты, вы не будете протестовать? Вот Шор год не будет вводить протесты. Его протесты это бизнес-проект, у которого есть конечные цифры и дедлайн. И никто никакие деньги тратить на вот этот вот хоровод в течение года не будет. Простите, пожалуйста, дедлайн связан с рассмотрением заявки Республики Молдова на экстрадицию? Нет, дедлайн... В том числе... В том числе... Он решает свои личные вопросы, но дедлайн заключается в том, что у каждой глупости есть стоимость, точнее цена. То есть денежное выражение стоимости. Эти протесты убыточны. Они не приводят ни к какому изменению политической ситуации, кроме поднятия авторитета действующей власти. Ну, опросы показывают не поднятие авторитета действующей власти, Сохранение авторитета. А... У власти есть внешний врат... У есть... Шор и ПКРМ. Ну... Это такое, знаете. Да? Конечно. Ну, я смотрела... ПКРМ остается, ну, внутри своего замечательного, своей ниши. Они заняли эту нишу. Они молодцы. Они, как всегда, достаточно остроумно себя ведут в этой части. Они сделали определенные свои ставки. Никто их там не спрашивает, где вы были, когда винтили ваших протестующих. Вот... Бог их вот знает, кто там организаторы в конечном итоге. Как? У нас есть официальная заявка в Примарии. Ну, официальная заявка, да. Ну, тем не менее, выступили на фоне, так сказать, реквизит убрали, и все нормально. Запрет в конституционном порядке партии Шор может прекратить эти протесты? Решение конституционного суда, которое скажет, что... Я... 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 Я не хочу критиковать, они мои бывшие коллеги и товарищи. Вот. Сколь угодно могу критиковать, но в данном случае я критикую, я использую политические аргументы. Когда мы говорим о законодательных решениях, в данном конкретном случае нужно задаться одним вопросом, а он принципиальный. А судьи кто? Кто судьи? Литвиненко? После вот этой вот слитой переписки... Сейчас мы про телекрам поговорим, вы тоже там есть. Да, у меня все правда. У меня все правда. Чуть-чуть позже. Давайте закончим... Значит, и у Литвиненко правда. С конституционным запретом партии ШОР. Вот, поэтому у этой власти нет никакой легитимности и общественного доверия к тем решениям, которые они принимают. Вот они запретят партию ШОР, они поднимут только авторитет партии ШОР. Партия ШОР возьмет серп и молот партии коммунистов, оденет Буденовку и точно так же будет дальше продолжать свою деятельность. Они же консервативные, а эти вроде коммунисты или никого не интересуют? Я думаю, что вот это как раз вообще никого не интересует. С другой стороны, есть еще один момент. Есть решение, которое показывает, что на протяжении четырех электоральных циклов партии, кандидаты партии ШОР снимались за финансовые нарушения. Да. Есть ежегодные подтверждения о том, что в партии проходят финансовые нарушения. Да. Наверное. Которые констатирует ЦИК. Есть другие показатели о том, что активисты, в том числе и лидер партии ШОР имеют проблемы с законом. Да. Но при этом партию закрывать нельзя. Я этого не сказал. Я сказал, что я не комментирую эти вещи. Потому что я не доверяю молдавской юстиции. Есть на протяжении длительного времени. Но власть на это время менялась. Нет, не менялась. Мы видим, что сняли генерального прокурора. Мы видели, да? Незаконно. Незаконно сняли генерального прокурора. А сейчас нам известно дополнительные обстоятельства, что еще генеральный прокурор находился в своей функции, а некоторые коллеги уже подбирали для него тюремную камеру. Значит, мы видели это? Мы видели. Мы видели, как госпожа Драголин, каким образом она была избрана. Хотя все это... Я хочу сказать, что я не апеллирую даже, к этой переписке. Я вообще никогда не читаю никакие слитые материалы, ничего не прослужить, не прослушки. В данном случае, я смотрю, вы почитали. Нет, я почитал, что о них было написано. Не читал, но осуждай и читай комментарии. Так получается? Да, потому что, ну, зачем мне это все читать? Ну, вот скажите, что мне прибавит? Есть те люди, которые подсматривают за подсматривающими, так сказать, и они публикуют на телеграм-канале Мамалы Гайтакана. Слава тебе, Господи, теперь никто уже не будет говорить, что это телеграм-канал Марка Ткачука. Наконец-то, я жду публичных извинений со стороны всех тех, кто, так сказать, предъявил мне... Мне так скажут, Марк Евгеньевич. Скажут, что вы пошли настолько хитрым путем, чтобы не подумали про вас, что даже про самого себя слили переписку с пистолетчиком. Давайте тогда, раз мы разобрались немножко с партийшом... у вас очень коварно это сказать. Вот такие, вот вы делаете выводы страшные. Мне просто страшно не будет... Значит, про партию шор закончили. Я думаю, что это цена. Вот, это цена, потому что у партии власти сегодня есть оппоненты, ну, скажем так, слева, которые стоят или пытаются стоять, или пытаются консолидироваться на позициях там социальной справедливости и определенных демократических стандартов прозрачности и ясности. Вот, всего того, что они делают. И есть другая оппозиция, которая паразитирует на безусловных провалах власти, на том социальном терроре, который она разворачивает ежедневно. На этом и не грех не паразитировать. И это представители бывших правящих олигархических кланов. Там, господин Плохотю, господин Шор, вся эта вот спума и кто угодно. Я его пока еще здесь не увидел. Значит, и они, конечно, тоже мечтают воспользоваться, они тоже мечтают поправить, как это власть. Они видят ее слабость, они видят ее уязвимость, они видят ее инфантильность. Вот, и они, конечно, собирают все эти сливы, они это все пытаются, так сказать, делать с завидной регулярностью и дискредитировать власть, ничего особенно не придумывая. Они говорят, вы понимаете, от того, что они опираются на... То есть, партию Шор запрещать нельзя? У меня еще много вопросов, поэтому я хочу подытожить. Партию Шор, а также целый ряд других политических партий, наверное, необходимо запретить и нужно будет запретить. Но сделать это можно будет тогда, когда юстиция в Молдове будет хотя бы для 70% граждан в Молдове синонимом справедливости, а не тогда, когда она находится в центре самых паскудных и позорных скандалов. Понятно. Давайте теперь к общей повестке от Джинза Кумуны. Там числятся 8 партий, я насчитала... Сколько? 7, по-моему. 7 и 1 генеральный премар, заявивший о том, что... А он тоже у него там это движение, там спиранцев... Да, но я тоже могу заявить, что я создаю завтра... Отлично. И вы, пожалуйста, приходите. Движение Сиреневеньких, можно сказать, будет новое движение? Конечно. И заходите. Даже если я его не зарегистрирую. Даже если вы его не зарегистрируете, какое дело. У нас там совсем не по партийному признаку это все собирается. Окей. Но я приду хотя бы послушать. Приходите, все время приходите. Но давайте вернемся тогда к тому, вы согласовывали с Петрычуком с созданием агента Кумуна? Вы знаете, я все согласовываю с Петрычуком. Для тех, кто хорошо меня знают, сейчас никаких шуток нет. Мы с Вадимом Анатольевичем Петрычуком очень активно общаемся в последние наверное 8 лет. Настолько активно, что он бывает не менее двух раз в библиотеке цивилизации имени Марка Блока. Он почти не пропустил ни одной публичной лекции, которые были. И несмотря на то, что мы очень серьезные и непримиримые оппоненты по очень многим вопросам сугубо политического характера, у нас есть общие точки соприкосновения, которые касаются например социологической науки, например художественной литературы и очень многих вопросов, которые действительно нас объединяют. Поэтому мне было очень это вообще не первый раз. Напомню, что первый раз переписка Ткачука и Пестренчука была слита в 2014 или 2015 году. Через год после того, как мы или через 2013 году, когда мы с Вадимом Анатольевичем вместе он со стороны зеленых, я со стороны красных, мы занимались тем, что координировали усилия сторон по отстранению Владимира Георгиевича от власти в качестве спикера парламента. Вам тогда так понравилось, что вы решили и дальше координировать? Нет, мы просто познакомились. Познакомились. У него возникли сложности с его партией, с его шефом, у меня потом возникли свои сложности. В общем-то, мы оказались приятелями. Друзьями нас называть нельзя, но взаимным уважением и пользователем. и сказать, что вот увидеть, встречая Ткачука, Пестринчука, там, Мунтиана вместе за чашкой кофе в каком-нибудь центральном кишиневском кафе и искать для этого переписку, чтобы доказать, что они знакомы, это, конечно, дикость. Вот. Второе. Всем, кто читал эту переписку, понятно, что там вообще ни о чем речи не идет. Ткачук посылает Пестринчуку новости об адженде коммуны. Ну, он, Ткачук, в это время отправил этот спам примерно в 150 адресов. Но, замечу. Это же получилось. вот. Но, замечу еще вот кое-что. Дело в том, что как раз, когда перед первым заседанием адженды коммуны, публичным, у нас были рабочие совещания, и на этих рабочих совещаниях в присутствии и господина Кику, и Влада Бетрынчи, и многих всех остальных, так сказать, героев этой общей повестки, мне было поручено провести встречи с Идером Бацаном, Вадимом Пестринчаковым, Владом Куйминским, Вячеславом и Анице, для того, чтобы пригласить их к первому публичному заседанию адженды коммуны. И мы провели, я провел три напряженных дня в дискуссиях с уважаемыми коллегами, за исключением Вячеслава и Анице, для того, чтобы, так сказать, привлечь их. Ну, по тем или иным причинам они отказались, но в основном по причинам сугубо политического свойства, они не захотели в этом участвовать. Вот, поэтому, естественным образом, эта тема существует. Когда известные телеграм-каналы вышли с этим, я не спешил опровергать, уже будучи человеком, опытным, вот, зная, что все, что я пишу, читается многими людьми, я вообще всегда в последнее время думаю, в последние лет 10, что надо мне на телефоне размещать, делать такую рекламу, ну, для тех, всех остальных, которые посещают мой телефон. Вот, пусть они читают, смотрят, ну, и заодно не просто так тратят время. Так вот, когда вся эта лабуда вышла, я, конечно, понимаю, что надо быть либо идиотом, либо подосланным, чтобы поверить, что Марк Ткачук может быть нанят Вадимом Пестричаком или Майей Санду для того, чтобы вот для этих вот всех манипуляций. Вот, это, конечно, но, тем не менее, про дураков все понятно, а вот про подосланных мне интересно было посмотреть, кто опубликует, кто сделает какие посты в Фейсбуке. Я удовлетворен, я удовлетворен, потому что я удовлетворен, и в каком-то смысле даже освобожден от ответственности, потому что некоторые люди, которые ломились на встречи, заискивали, и тут вдруг они разошлись такими, все, гражданский конгресс, все, Марк Ткачук оказался агентом Майя Санду. Думаю, слава богу, не было печали, а вот как повезло. Значит, с вами все ясно, дурачки. Вот. Ну, просто ранее в другой программе представители партии социалистов Богдан Цырдя практически сказал, что Марк Ткачук должен дать более четкое разъяснение этой ситуации. Богдан Цырдя ничего не должен, особенно когда он выступает на одном из телеканалов Илана Шора. То есть, вы угадали, откуда это было сказано? Да, я видел это. Пусть Богдан Цырдя бубнит себе все это на телеканалах Илана Шора и решает свои вопросы о неподкопности и не дает советы Марк Ткачуку. Я очень, очень на это надеюсь, что он найдет в себе силы для хладнокровия и сдержанности. Учитывая, что партия социалистов также является одной из партий, которая работает на общей повестке, было бы, все время мне возникают вопросы о согласованности действий, и у всех представителей партии социалистов возникли вопросы или нет после публикации вот этих вот сливов в телеграм-канале. Я остаюсь на своей позиции, что часть там действительно правда, часть доделана, дописана, мы знаем, как оно делается, поэтому я и не переопубликовываю и не печатаю это, но я считаю, что если у вас есть желание пояснить, вы уже пояснили все, что пришло. Но мой вопрос сейчас такой, изменилось ли отношения вот этих партий, которые работают на общей повестке после сливов, которые появились в телеграм-каналах? Ко мне? Да. К нам? Нет, конечно. Вы работаете по тем же самым принципам? Нет, вообще, ну, по крайней мере, я не почувствовал, потому что, ну, вы знаете, когда меня там целый ряд коллег, которые там известны, в общем-то, уполномочили, например, провести переговоры с Пестринчуком, Кульминским, зная хорошие отношения человеческие, Ткачука и Пестринчука, несмотря на полную противоположность политических взглядов, потому что, ну, о чем нам? Вадим Анатольевич у нас человек, который прославился тем, что вместе Сидной и Федоровной Шупак, вместе, они продвинули в Молдавском парламенте закон об осуждении Холокоста, например. Одного этого достаточно, для того, чтобы этого человека уважать. в краже миллиарда замечен не был, в измене и предательстве тоже не был замечен. Когда Григорий Владимирович Петренко сидел в застенках, он регулярно его посещал, будучи представителем другого лагеря, но проявлял определенные человеческие чувства. То есть, это такое редкое, редкое молдавское качество, не только молдавское, извините, любое качество для политиков быть чуть-чуть больше, чем политикам, быть просто человеком. И когда меня мои коллеги по Адженде Кумуны говорят, Марк, стереться, Марк, поговори, я их информирую регулярно о том, что произошло, кто что сказал. Конечно, какие могут быть подозрения. Все понимают, что это проделки идиотов. Из последнего того, с чем выходило заявление, с которым выходил Адженде Кумуна, вы вышли на брифинг в парламенте. Да, да. Смотрите, какой эффект получился. Как власть отступила. Мы им сказали, бойтесь. Они тут же убрали несколько пунктов своего дурацкого избирательного кодекса. Но надо будет еще пару провести пресс-конференции. Ну, видимо, прямо в зале пленарных заседаний используя мегафон. что там слишком много, не только представителей партии, которые входят. Нет, нет, нет. Я знаю еще Венецианская комиссия. И я могу сказать, до того, пока мы не поставили этот вопрос, все сидели, набрав в рот воды, а партия власти и целый ряд неправительственных организаций говорили, мы провели слушание, мы провели открытые публичные обсуждения, и так все было хорошо. Такой замечательный кодекс, такой современный, такой замечательный. Кодекс не замечательный, там есть перегибы. Я об этом говорила только когда он был представлен. Здесь был господин Чукан, с которым мы это обсуждали. Я знаю, что у вас разные, может быть, твои отношения с господином Чуканом. У меня нет никаких отношений с господином. Я даже не переписываюсь с ним в Телеграме. Во, это главное. Я теперь понимаю, с кем вы не переписывались с Телеграме, и с тем у вас нет никаких отношений. Но он тут здесь критиковал, и мы говорили об этом. Но, хорошо, власти сейчас не утвердило эти изменения. Я понимаю, что будут доработки, еще какие-то предложения, а возможно, будут еще одни публичные слушания. Если будут публичные слушания, вы придете? Конечно, придем, но и придем с мегафоном уже как положено. Потому что, на самом деле, вопрос не только в этом кодексе, вопрос в целой системе решений и, как я уже говорил, атмосфере, которая создается в Малдове. То есть, вы протест с улиц переносите в парламент? Хорошая идея. Да. Да. Наверное, учитывая холодное время года, значит, вот на улице пусть будет шор, пусть он там монополизирует, так сказать, площадь и ходит и полоскает горло, так сказать, по монитору. Вот. А мы будем в теплом месте в парламенте с мегафонами. Наверное, мы будем лучше услышаны. Отличная идея. Спасибо, Лили. Мне нравится, как мы с вами иронизируем. Здесь каждый раз в программе и не всегда понятно, где серьезная шутка. Ну, хорошо. Какие шутки? Мы говорим об очень серьезных вещах, о пленарном заседании парламента, о заседании комиссии, о публичных слушаниях. Для того, чтобы быть услышанным, нужен мегафон. Я много раз это проверял. Там есть микрофоны. Это не рабочие инструменты для политиков. Иван Васильевич, говорят, сохранился мегафон. Лилия, приходите в гражданский конгресс. У нас мегафоны вот так вот сложены, а, кстати, батарейки всегда заряжены. Значит, мы всегда на низком старте мы готовы выступить и выйти. Теперь о серьезном. Насколько я помню, адженда Кумоны, общая повестка, создавалась не только для того, чтобы критиковать власть и критиковать то, что происходит в стороне, а в том числе для того, чтобы разрабатывать какие-то предложения, идеи, которые, если я правильно помню, власти сами придумать не могут. Да, да, да. Есть такая беда у власти. Вы уже готовы предложить, кроме возмущений по поводу нового кодекса? Подождите, давайте мы закончим сначала с кодексом, потому что мы так как-то пробежали и еще пошутили пару раз. Ситуация очень печальная, серьезная. Дело все в том, что мы видим определенный набор шагов, которые допускает эта неловкая власть, как я повторяю, достаточно инфантильная с одной стороны, но которая пытается быть брутальной. Это такой признак протуберантного периода, полуподросткового, когда прыщи уже выскочили, а все остальное не работает. И посмотрите, значит, они пытаются, там этот Карп, да, значит, он выдвигает инициативу об уголовных сроках за оскорбление в адрес представителей власти. То есть, за любое, вот я назвал Игоря Гроссу чмо, да, нет, это я назвал. Сейчас меня штрафуют, потому что в моей программе... Не штрафуйте, Лилию, это Март Качук назвал его. Так вот, теперь мне, значит, придет предъява, значит, сугубо уголовного характера, наверное, значит, посадят меня за это в тюрьму. Я буду сидеть за стенки, за это чмо. Значит, второе, значит, СИБ должен быть наделен целым рядом прав, которые существуют у спецслужб, там, Северной Кореи, Ирана и прочих других. Это не в ходе себя выборов. Нет, подождите, 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 это не как раз я и говорю, что создается атмосфер. Выборы, закон о выборах может быть очень плохой, а выборы могут быть замечательными. Но сейчас мы видим общую тенденцию, которая не имеет никакого отношения к демократическим стандартам. Значит, когда политическая полиция, СИП, это уже политическая полиция, настоящая жандармерия, может без решения прокуратуры, еще не может, но собирается, да, без решения суда, без прокуратуры, подслушивать, подсматривать, подглядывать, значит, раскрывать персональные данные. Что такое вообще? Что за новости у нас такие? По какому праву? Когда СИП будет определять... По решению судей, я смотрела за контакт. Когда СИП, секундочку, когда СИП решает, значит, эта вот политическая партия против европейской интеграции, например, значит, она представляет угрозу для национальной безопасности. Это с какого? Бодуна и перепоя. В Европейском Союзе гигантское количество евроскептических партий. Они действуют в рамках демократических стандартов. Целая страна, Великобритания вышла из Евросоюза. Значит, они бы по меркам молдавского СИПа все были бы ООО на карандаше на подозрении, начиная с Бориса Джонсона, главного евроскептика Европы. Вот. Что это такое? И вот тут еще бабах кодекс. Такой, где от оппозиции один человек, где Центральная избирательная комиссия фактически узурпирует целый ряд полномочий. СИПа, Центр по борьбе с коррупцией, налоговой инспекцией, которая следит за каждым леем. Кто перечислил Бураковская? А давайте посмотрим всех ее родственников, кто с кем связан. Все на подозрении. Что такое вообще? Что за кодекс такой о выборах? Это вам что? У вас нет других инструментов одержать победу? Нет других инструментов у них одержать победу. Кроме того, чтобы делать все то, что делал Плохотнюк, их предшественники, родители. Изменять правила игры во время игры. Это недопустимо. Недопустимо. Я понимаю, что... Любые изменения в избирательный кодекс вступают в силу с следующей каденцией. Не перед местными выборами. А это в каком законе? Это рекомендация Совета Европы. Всего лишь рекомендация. До сих пор мы выполняли, за исключением периода Плохотнюка, когда смешанную систему... То есть до сих пор мы не выполняли, скажем так. До сих пор мы не выполняли. Мы и президента избрали с 25-й попытки. Напомню. Значит, так вот, и очень давно не выполняли. С 2009 года мы в Конституцию только сморкаемся. Вот. И больше ничего не делаем. Поэтому власть в этом смысле, несмотря на свой потешный такой вид таких необязательных хипстеров с рюкзачками, значит, и пластиковыми стаканчиками с кофе, они делают свое дело. Они пытаются удержаться у власти любой ценой. Вот потворствовать этому нельзя. Нельзя. Этот путь, так сказать, на этом пути их нужно вовремя хватать за руку и останавливать. Всем миром, всем обществом. Вы будете предлагать конкретные вещи по изменению. В тот же самый кодекс о выборах. Вы готовы... А зачем вам тот кодекс, с чем он плох? Тем, что там больше представителей оппозиции? Тем, что там было меньше, так сказать, возможностей контроля за деятельностью партии? То есть ваша позиция, что кодекс о выборах вообще менять не надо? Ну, наверное, не надо. Если что-то там изменить, то это совершенно по-другому делается. Нужно искать консенсуса. Не только среди представителей прикормленных организаций гражданского общества. Я бы изменила плафон нижний для партии и изменила бы подход к независимым кандидатам, а то они никак пройти никуда не могут. Вот, вот. Допустим. Теперь, вот вы говорите о конструктивных предложениях. Конечно, нужны конструктивные предложения. Вот зачем эта несчастная агенда коммуны была создана? Так она у вас уже несчастная? Ну, она такая пока, в общем-то, как никто не очень понимает. Все там, а это собираются про московские, про российские силы. Значит, а это силы, как говорит этот, как его, это Мартин Зик по указанию фонда Кондраденаура. Значит, в этом смысле пока счастье не привалило. Да. Так вот, есть разные точки зрения, есть разные позиции внутри нашей, этой платформы. Я могу только отвечать за то, что мы предлагаем. Конечно, есть очевидные вещи, когда нужно проводить публичные мероприятия, круглые столы, всякие брейнсторминги, кофебрейки и прочие другие танцы живота и демонстрировать интеллектуальное преимущество на нашем идейном безрыбье. Вот смотрите, какие у нас замечательные идеи. Но этого мало. Впереди главное событие, местные выборы. И вот в этом смысле что делают политики? Они начинают что? Объединяться в блоки и так далее. Там выяснять, кто первый, кто второй. Мы не предлагаем объединяться в блоки. Мы предлагаем скоординировать усилия и объединиться вокруг очень понятных, простых идей, которые для нормального человека означают только одно. Компетентность. Компетентность. Вот определиться по принципам компетентности. На местных выборах мы поддерживаем любое серое вещество. Вот если у партии социалистов есть кандидат на мэра Единец, отлично, мы его поддержим. Если у гражданского конгресса есть кандидат в главе список в районный совет Донжушанского района, они нас поддержат. И так по всем, и везде по-разному. А общий список муниципальный или в районный совет? Может быть в каком-то районе, а в каком-то нет, потому что это разные вещи. И нужно создать аналог умного голосования, которое способно объединить людей вокруг компетентности. Потому что что такое партия власти? Партия власти это дремучая некомпетентность, которая пытается скрыть собственную импотенцию за дымом войны в Украине. Все. Больше никаких у них идей нет. Сейчас война, чрезвычайное положение, мы ничего сделать не можем, вокруг враги, мы в осаде. Терпите и так далее. А те, кто выживут к весне, обладают счастливым шансом поучаствовать в местных выборах. Поэтому наша задача очень простая. Объединить усилия, скоординировать усилия для местных выборов и сделать так, чтобы партия власти провалилась, чтобы от нее не осталось и следа. Получается, что вы... Я точно помню, что первая задача, когда говорили о том, для чего создается адженда коммуны, это общая повестка для того, чтобы разрабатывать совместное предложение. Вот это вот вокруг этой общей повестки и нужно объединиться А сейчас вы мне говорите о местных выборах. Ну, вы меня первый раз позвали, я же не ловите меня на противоречиях. Нет, я вас не первый раз позвала, вы первый раз согласились прийти, это разумеется. Да, да вы меня который раз позвали, а я наконец согласился прийти, и поэтому не ловите меня на противоречиях. Поэтому я хочу уточнить, вы сейчас говорите, что все-таки основная задача это местные выборы. С моей точки зрения. С вашей точки зрения. Я сказал, собрать общие идеи, предложения, в том числе общенационального уровня, потому что когда мы говорим о таких местных выборах, как Кишинев, как Бельцы, как Кагул, как Камрад, то это неизбежно появление общенациональной повестки, очень высокого уровня, где возникают вопросы, что с газом, что с электроэнергией, как это сделать дешевле, как выжить людям, что с образованием, что с здравоохранением. Все эти вопросы и являются предметом компетенции общей повестки. Когда люди собираются, говорят, я из ЛДПМ, я из партии социалистов, а я из гражданского конгресса, и у нас вот тут 10 принципов общих, и это позволяет нам поддерживать друг друга и находить координированные решения в рамках местных выборов. Что непонятно? Понятно. Значит, и вы правы, и мое предложение абсолютно органично дополняет ваше подозрение о том, что такое общая повестка. У меня не было подозрения, у меня было уточнение, потому что... Предчувствие. Нет, я хотела уточнить еще раз, будет ли продолжаться... Будет. Да, будут продолжаться, и вот такие вот общие заседания, общие встречи. Кстати, у меня, Лиля, к вам вопрос. А вы получили приглашение вот на тот круглый стол? Точно не было? У меня на почте его не было. Все, я понял. Да, просто не мы. Теперь мы будем отвечать за приглашение, и будут получать его исключительно все. Вот, поэтому я еще раз хотела уточнить. Вы будете продолжать работу над новыми предложениями по законопроектам? Потому что власть сейчас в парламенте принимается. Конечно, конечно. И готовы ли вы выходить с ними, разговаривать с властью по своим предложениям, предлагать им варианты? Надо разговаривать, надо в любом случае разговаривать. Надо разговаривать. Ну, конечно, можно и обзываться, и нужно обзываться. Я в декабре прошлого года говорил, что мне обзываться больше не было. Но тот, кто не матерится, кто не следит за положением в стране, как известно. Положение в стране настолько изменилось, что приходится ругаться и обзываться. Хочу перед парламентом накладывать. Правда? Классно получилось. Даже в этом самом, как же его, Джаму и Кашмире вышли новости на эту тему. Давайте вернемся к... Это было круто. Более миллиона просмотров. Без... Ну, серьезно. Мы с вами, конечно, много шутим. Я вообще серьезен. Да, я вижу. Вы готовы к диалогу с властью или нет? Ну, к диалогу по поводу чего? По конкретным поводу. Конечно. По конкретным предложениям. Потому что... Смотрите, они же обзываются раньше. Смотрите, я им предложил еще в сентябре месяце. Лично. Я сказал. Я якою, потому что это так было. Я был в эфире одного из телевизионных каналов, который утратил идентичность политическую. Значит, я сказал, что смотрите, Молдова удивительным образом для себя, совершенно случайно, вот, стала кандидатом в Европейский Союз. Это, что называется, повезло, так повезло. Но это и накладывает определенные возможности и права быть уже, не ходить, не бегать, просто с протянутой рукой. Например, требовать. Потому что кандидатство, это очень круто. Это очень круто. Потому что, ну, во-первых, это в известном смысле снимает проблему унири. Хотя сегодня там по сеску назаявлял. Вот, но кто дедушку уже слушает? Когда вдруг у Молдовы есть европейская перспектива, которая теперь... То есть, до этого был один вариант, так сказать, убрать границу на пруту, и вот будет всем счастье. Придать собственное государство, изменить собственному гражданству, изменить собственный пол, сделать из себя 78 гендеров и стать, значит, кем-то другим, а не гражданином Молдовы. Теперь не нужно. То есть, можно, но не нужно. Не обязательно. Это еще не обязательно. Значит, совсем. Значит, у нас есть европейская перспектива, как у независимой страны. Значит, мы... У нас сложилась чрезвычайная ситуация в стране, в энергетическом секторе. Не будем ее развивать. Раз не умеют и не хотят вести переговоры, а хотят финансировать Газпром... А надо вести переговоры? Надо. Значит, надо финансировать Газпром, так считает правящая партия, по огромным ценам. Да, они же как? Они же не хотят цену снижать. То есть, надо лететь в Москву и вести переговоры? Да, не становиться на колени президенту Республики Молдовы перед Путиным. Надо вести взаимовыгодные переговоры, их можно вести. Давайте я закончу мысль. И в сложившейся ситуации, когда у нас есть вот такая вот власть, да, можно вести диалог. Можно вести диалог. Я предложил тогда и говорю, смотрите, мы кандидаты. У нас чрезвычайное положение. Нужно объявлять гуманитарную катастрофу по всем стандартам Организации Объединенных Наций. Гуманитарную катастрофу. И сказать, вот мы хотим покрыть то, чего мы будем платить русским, значит, из поддержки Евросоюза. На это нам нужен миллиард евро. Что сказал этот ваш любимый исторический персонаж, который сидит в парламенте и там в колокольчик звонит? Да, ну вы его защищаете. Кто-то же должен защищать сейчас власть. Он сказал, консерва ФСБ, раз, ничего не понимает, что такое Европейский Союз, как он мог такое сказать? Что он себе помысл потребовать у Европейского Союза? Какой позор? Как можно от этих замечательных людей что-то требовать? Кто мы и кто они? Значит, потребовать нельзя. Глупость какая-то, тьфу, чепуха. А теперь что? Требуют миллиард евро у Европейского Союза. И даже не ссылаются на меня. Поэтому, конечно, основания для диалога есть. Если им как следует это втюхивать и не церемониться в выражении, до них иногда это доходит. С трудом, но доходит. С опозданием, но доходит. Поэтому основания для диалога есть. А может, наоборот, когда с людьми разговаривают по-человечески? Они не понимают. У них очень толстая кожа. Не знаю, не знаю. Не, они очень ранимы, когда речь идет о каком-нибудь посте в Фейсбуке. А когда идет речь о серьезных вопросах, как-то энергетическая безопасность страны, то доходит очень тяжело. Ну, от энергетической безопасности в стране, учитывая, что мы остались без электроэнергии с Молдавской Крыс, переходим еще и к Приднестровью, Марк Евгеньевич. Давайте, перейдем к Приднестровью, да. В этом году у нас есть исторический шанс, но уже не до конца этого года. Но мне показалось, что события в Украине позволили изменить ситуацию и понять немножко по-другому ситуацию, в том числе и в Приднестровье. И можно было бы как-то активизировать диалог и начать какие-то более предметные переговоры, или нет? Да. Вы правы, абсолютно. А как должна была бы тогда повести себя власть? Или как должна была бы повести себя правообережная Республика Молдова? Какие шаги должны были быть предприняты? И не поздно ли, на ваш взгляд, еще эти шаги предпринять? Эти шаги не поздно предпринимать никогда. Да. Значит, мы оказались, и Террасполь и Кишинев в сходном положении. Выход из этого положения только в совместном выработке решений общих. Когда не нужно церемониться, когда нужно эти решения вырабатывать вместе. Их нельзя выработать порознь. Дело не в политике, дело в технических вопросах в том числе. Сугубо технологических даже вопросах, я бы сказал. Где должны действовать специалисты не в вопросах обеспечения зоны безопасности преднестровского конфликта и действия формата 5 плюс 2. Потому что, когда касается дела энергетики, мы имеем дело с законами точных и естественных наук. Которым плебать на эту вонючую геополитику. А этих специалистов у нас принято вообще не приглашать и грош не ставить. Нужно объединять усилия, нужно находить совместные решения. И нужно вести переговоры с русскими. Я знаю, что это очень непопулярная точка зрения. Но она кажется непопулярной в силу провинциальности молдавской власти и экспертной среды. Многие начинают говорить, это же будет предательством Украины. Когда Украина прокачивает через свою территорию газ. Когда с 24 ноября по территории Украины заработал нефтепровод «Дружба». С очень известным названием. Который качает нефть из России в Евросоюз, в частности Словакию и далее. Нефтепровод «Дружба» через территорию Украины. Когда Украина вместе с Россией участвуют в зерновой сделке. Это что? Это говорит о прагматизме украинских властей и желании служить своему народу. А когда мы говорим о том, что давайте мы найдем схему сугубо экономическую. И мы много раз ее предлагали. И она остается в силе, которая позволит снизить цену на потребляемый газ. А значит запустить нужные объемы газа на молдавскую ГРЭС. И получить дешевую электроэнергию. Это не доходит до молдавской власти. Нет, мы будем финансировать «Газпром». Мы будем финансировать российскую сторону. За счет молдавского народа, за счет Евросоюза. Но мы что-то делаем. Мы просто не понимаем сути проблемы. Мы тупые. Вот что должна говорить про себя власть. Да, тупая. Никакой солидарности с Украиной. Вы должны на вас опять поправить, что мы находимся на телевидении и не можем использовать такие... Так я вас не предлагаю, слава богу, вы не используете. Вы молодец вообще, миле. Держите себя в руках. Держите себя обаятельно и корректно. Какие шаги мы должны предпринять сейчас в отношении Приднестрова? Ваше предложение более конкретное? Ну, во-первых, снять весь этот прессинг, что касается молдавской стороны, весь этот прессинг, касающийся давления на представителей Приднестровской власти в части пересечения аэропорта. Это неуместная, абсолютно неуместная санкция. Вот. Она ограничивает нас. Во-вторых, собраться вместе и разработать план выхода из совместной гуманитарной катастрофы. Ну, вот встреча Серебряна и Гнатьева. Завтра. Да. Ну, слушайте, сам факт хороший. Это можно только поприветствовать. Слава богу, что они начали встречаться. Потому что, в общем-то, видимо, им подсказывает и опыт, и житейский, и человеческий, и политический, что самые сложные испытания могут оказаться впереди. Впереди. Да. И хорошо бы находить общий язык. Тем более, слушайте, давайте будем откровенны. Большинство представителей Приднестровской политической элиты являются гражданами Молдовы. Ну, не только гражданами Молдовы. Большинство политической элиты на этом берегу не станут, вы знаете, тоже являются не только гражданами Румынии. Все более 90% населения Приднестровья, это граждане Молдовы. Да, да, да. И не только, я говорю об элите, потому что с населением ясно. Около 300 тысяч молдавских паспортов. Хорошо. Поэтому сам бог велел находить общий язык по целому спектру вопросов. Я сейчас не говорю... Кроме аэропорта, какие еще? У нас 5 минут осталось, хочу узнать еще какие предложения. Ну, в первую очередь по энергетике, причем без аэропорта. Аэропорт это частность. По энергетике, потому что это взаимные вещи. Потому что если признать собственность Молдавской ГРЭС за РАО и ЕС России, мы сейчас говорим об хозяйствующем субъекте, то тогда цена на газ... И договориться о том, что в этом случае мы признаем собственность Молдавской ГРЭС, для того, чтобы цена на поступаемый газ на РАО и ЕС, на Молдавскую ГРЭС, российский газ, была такой же, как цена за газ, поступающий во всю республику Молдовы. А других цен быть не может. Не может быть цены, которые приходят на Молдавскую ГРЭС одна цена, а для остальной республики Молдовы другая. И вот тогда переговоры будут не между Молдавской стороной и Русской стороной, а между РАО и ЕС, которая и Газпромом. И РАО и ЕС будет говорить, что снисти цену, снисти цену. Нам надо производить электроэнергию. Себестоимость должна быть ниже. Вот и весь фокус-покус. Но для того, чтобы... На любом случае, будет выше, они до этого не платили. Это вы так думаете. Они не платили, но в себестоимости и в балансе цены эта стоимость есть. Значит, а теперь... Но для того, чтобы это решение принять, нужна политическая воля молдавской стороны. А еще какие... А этого достаточно. А этого вообще достаточно. А этого достаточно и создать совместную переговорную комиссию от Республики Молдова и Приднестровской региона и вместе приехать в Москву и выступить с общей позицией. Этого мало, если цена на газ будет стоить 180 долларов? Если цена на электроэнергию опять опустится до 11 центов? Это мало? Да это то, что нам нужно в этом окружающем нас хаосе. Когда мы лучшие можем помогать и Украине, своему соседу, и претендовать на какое-то развитие. Потому что перетягивать на себя героическое одеяло соседней Украины на себя и говорить, мы тоже где-то там чего-то, это подлость. Ничего похожего на героизм мы не демонстрируем. Мы демонстрируем только тупость и попытку паразитировать на украинской беде. И говорить, мы тоже где-то тут рядом стоим. Главное, что может предложить Молдова в современном ситуации и в Европе, в этом регионе, это мир. И мирную технологию. И свою способность в это сложное, кровавое время предлагать гуманитарную, человеческую инициативу объединения, солидарности и высокого управленческого интеллекта, способного решать такие вот задачи. А не вот это вот, то, что мы видим каждый день. Хотел сказать слово, но не хотел вас подводить. А четвертый раз, кто не приведи, Господь закроет вашу передачу, кто меня еще будет приглашать. Как всегда, с юмором закончил Марк Евгений Шткачук. Ну, так мы с вами общаемся. Не можем мы с вами ни одну программу без подкулок снять. Спасибо вам за то, что вы приняли мое приглашение. Наше время, к сожалению, уже закончилось. Сейчас должна быть рекламная пауза. Я надеюсь, мы увидимся еще в этой студии. И будут еще вопросы. Судя по всему, зима у нас будет, если не жарко, то веселый. И нам будет еще о чем поговорить. Еще раз благодарю вас, Марк Качук. Мы уходим на рекламу. Через три минуты вернемся. Будет разговор в студии с экспертом военным из Украины Михаилом Самосимым. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова